всем привет инстаграм как обучаться в инстаграме вот вы заканчиваете школу знаете вот этот пример просто привожу простой же пример вам становится 18 лет вот 18 до 20 лет что вы скажете родителям мама я хочу работать нет нужно сначала обучаться чему-то в жизни зачем вот скажите вот появился инстаграм почему появился он развивает людей знаете как вот мышление развивает развивает ум хотите что-то развивать в инстаграме у вас получится если вы будете только думать об этом об одной цели что вы хотите развивать youtube канал чтобы не развивали бы это все развивается через инстаграм вы получаете среди где-то 500 тысяч подписчиков в среднем с инстаграма если вы правильно хотите обучаться если вы правильно хотите чего-то добиваться начните с инстаграма когда вы это захотите как это сделать как обучаться приходите на обучение научитесь чему-то приходите на обучение начните развиваться когда вы начнете развиваться вот тогда вы поймете что вы хотите какую тематику вы хотите понимаете нужно думать, продумать. Потому что многие у меня, знаете, знакомые, девушка, ей 35 лет. И что вы думаете, жить с родителями? Мало того, что дети. Понимаете, вот такая вот ситуация у меня в жизни сложилась, что у меня многие друзья попадаются, даже парень один знакомый, у него жена, а он даже боится на работу устроиться. Это нормально? Он работал в своё время, но он, ну типа, угливый человек, он не может подойти к нормально поговорить, нормально получить деньги, зарплату. Он очень мало зарабатывал. Хотел поймать и семью создать. У него ребёнок сейчас. Жена, мало того, что кормит ребёнка, и он не работает. Нормально не может найти себе работу стабильную. И это что, жизнь? Вот. Видите, как люди не хотят ничего добиваться, а потом начинается «Вон, я хочу в интернете работать, я хочу в интернете работать». Обучайтесь. Чему-то в жизни надо обучаться. Когда вот вы достигнете в жизни вот этого результата, чтобы не натыкаться, как говорится, в воде, вот идёте, вот плавайте в подводные камни, чтобы вы на это не натыкались постоянно, в подводные камни. Вы чтобы шли уверенно, вы должны идти к этой цели. К цели. К цели. Запомните это слово. Всегда уверенно. Иди к цели. Должны выйти уверенно. И тогда вы начнёте думать, что вы хотите в этой жизни, с чего развиваться. Всё развитие идёт. Именно Инстаграм и Ютуб. Всё, что есть в нашей жизни. Самая основа. Сначала нужно записать себя, показать себя, что вы хотите показать, что вы хотите рассказать о себе. В Ютубе вот возьмите, запишите несколько видеороликов о себе. Раскрепоститесь нормально. Покажите себя, чтобы сильный, достойный человек. Вы хотите добиться чего-то. Как вот многие, знаете, знаменитости? Вы думаете, откуда они появились, знаменитые? Когда появился Ютуб? Когда это было? Помните? В старое-старое время многие блогеры даже занимаются телефонами, рекламируют по Ютубу. Если бы нет Ютуб, кем бы они стали? Большинство людей, даже Спилберг, это Саша Спилберг, хорошая девочка стала. Стала знаменитостью в фильмах сниматься. У многих блогеров, даже пирот, в фильмах сниматься. Галапокосов этот Макс, тоже 100-500, многие сейчас развиваются. Правильно. Потому что нужно как-то развиваться, жить. Если вы будете развиваться, жить, то вы будете знать, ради чего вы живёте, семью создавать, начинать работать над собой. Когда вы это поймёте, начнёте развиваться, вот тогда вам жизнь даст что-то в жизни, вы начнёте развиваться. И у вас будет такая же аудитория людей, как и вы. Как вот вы внутри, человек, в душе, в душе, так и вы снаружи себя выплёскиваете, понимаете, все эмоции. Вы должны быть спокойным, уравновешенным человеком. Иметь надо сначала терпение. И тогда у вас получится иметь терпение. Это самое главное. И иметь, как говорится, те качества, которые вам потом пригодятся в жизни. У вас должно быть стержень. Так, чтобы вы могли, характер был хороший. И чтобы вы могли людям объяснить. Люди, чтобы вас понимали, что вы в жизни начинаете работать над собой. Людей обучать. Когда вы начнёте что-то людям давать в жизни, то они вам потом с теплом будут относиться. Говорится, холодный контакт с людьми и тёплый контакт. Это значит, минусы в холодном контакте. Люди вас плохо воспринимают. Плохо понимают вас. Когда тёплый контакт, когда человек с вами спокойно начинает общаться. Привет. Я хочу зарабатывать деньги. А вы спрашиваете. Привет. Где вы учились? Вы где-то работали. И человек вам уже начинает тёпло к вам относиться. Да, я учился. Да, я где-то работал там официантом или ещё где-то. Ну, короче. И тогда человек с вами идёт на контакт. И вы скажете. А вы хотите подрабатывать? Зарабатывать деньги? Постепенно работаете в интернете? Как вы это задумаете? Как вам это нравится? И вы должны именно вот эти качества свои именно людям рассказывать. И тогда к вам человек придёт с душой. Раскроется. Расскажет свои проблемы. И вы ему поможете начинать какие минусы исправлять. И тогда человек будет с вами работать в жизни. и вы начнёте с ним контактировать. Субтитры сделал DimaTorzok и выключите